Друзья, всем привет! Подписчики канала, кто заходит первый раз на канал, я Димас. Всех приветствую! Оператр Антон тоже со мной. И сегодня будем проверять рецепт. Ну, как проверять рецепт? Увидели просто рецепт и решили тоже попробовать. Он очень нам понравился. И сегодня будем солить рыбу, лосось, семгу, горбушу, как называю, как любите, так называете, форель. Что вы купите? Мы купили вот такие стейки. Чуть-чуть пожарили, и вот осталось несколько стейков. И как бы решили не разделывать, решили сделать прям кусочками, так замариновать, что получится. Если есть у вас филе, филе проще будет это сделать. Ну, у нас стейки. И будем мы сегодня это делать, естественно, с главным компонентом свекла, чтобы придать рыбе такой оттенок, красивый рубиновый такой цвет получится. Решили проверить, и может быть какой-то вкус аромат будет, но цвет точно приятный будет, должен получиться. Засолка, в принципе, стандартная, только без цитрусов сегодня будет. Что получится, не знаю, решили переэкспериментировать. А если вы хотите увидеть оригинальный наш рецепт, ссылочка здесь будет в описании. Что у нас будет еще из ингредиентов? Это будет свежий укроп. Если у вас нет свежего укропа, возьмите сухой укроп. Какой-то разницы нет, будет чуть-чуть вкусовые качества не отличаться. Сухой он более, может, ароматный даже. Также будет использоваться сахар, соль, перец молотый и водку мы добавим. Здесь у нас примерно полкило, ну вот на полкило и идет полстоловой ложки сахара, столовая ложка соли крупной, можно морскую взять, и щепотка перца. И тут 40-30 мл водки. Что мы для начала сделаем? Для начала мы нашу засолочную смесь сделаем. Здесь у нас сахар добавим, песок, соль, перец, укропчик нарежем. Чем больше там, допустим, укропа будет, тем, видимо, будет рыба ароматнее. Все зависит от количества у вас. Ну, такая щепоточка небольшая. И добавляем нашу водку тоже сюда же. И все это аккуратно перемешиваем. Образуется такая кашица, все перетирается, смешивается. Аромат шикарный вообще получается. Как бы чуть-чуть растираете. Можете это все в ступке перемешать, чтобы укроп более сок дал, если у вас есть ступицы. И всю рыбу мы натираем, обкладываем вот этой посолочной смеси, все ее части. Чтобы равномерно у нас все просолилось. Но она у нас будет потом в пленке в дальнейшем стоять. И как бы она все равно просолится хорошо. Все хорошо ее втираем. По всей прям поверхности. И как говорят многие блогеры, делаем массаж небольшой нашей рыбки. Только сильнее мните, рыбка нежная, красная. Но лучше, естественно, это все руками сделать. Потому что руками более прочувствуешь это все. Весь процесс. Все, оставляем в сторону. Берем плещевую пленку обычную. Если нет пищевого, берите стречи обычной. Считается то же, как пищевой, ничего страшного. Чуть-чуть укладывайте на низ свеклы. И выкладываем наши стейки. Можете выложить вот так, но мне кажется, вот так будет более прокраситься лучше. Нам как бы самое главное, чтобы прокрасилось. Остатки нашей посолочной смеси выкладываем. Распределяем по всей поверхности. И выкладываем оставшуюся свеклу. Вот внутрь тоже проложить можно. Как бы если у вас пласт, то намного все это проще сделать. Проложили вниз, положили вверх. И вот так хорошо все прокладываете. Закрываем. Заматываем нашей пленкой. Сжимаем края тут. Аккуратненько. Вот так. И для полной уверенности, чтобы у вас ничего не протекло. Потому что 100 пудов даст большое количество воды. Еще с этой стороны обмотаем плотничком. Чтобы было достаточно плотно. Вот так заворачиваем. Ну вот, смотрите, у нас получился такой вот прямоугольник. Все. И убираем где-то примерно на 10-24 часа. Все зависит от какой лосось вы хотите. Какой слабо соленый. Или чем больше он стоит, он более будет солонее. И ну как бы кому как нравится. Через сутки примерно мы сутки будем держать. Через сутки увидимся. Посмотрим, что у нас получилось. Получилось или нет. Прошли сутки. Рыба вот полежала у нас в холодильнике. Сейчас вот попробуем, развернем у нас что. Посмотрим, что получилось. Какая она на цвет, на вкус. На вкус, я думаю, вкусная. Но на цвет. Есть сомнения. Но они сейчас, я думаю, и расставятся. Свекольный запах такой пошел хороший. Снимаем у нас свеколку. Все лишнее. Салфеточку сейчас оботрем. Смотрите, цвет какой получается. Красивая. Надрезаем. Сейчас снимем филешечку. Ну, такая-ка достаточно красивая получается. Примариновалась. Пробуем, нарежем, что у нас получилось. А ну вот, смотрите, ребят. У нас получилась такая тарелочка красивая. Сделали фоточки в соцсети. В принципе, красивая. Да, действительно, получается такой бирюзовый, фиолетовый цвет. Свеклы такой оттенок. В принципе, что мы хотели добиться. Как бы идеально на вкус. Попробую сейчас без всего. Прямо минимум-минимум соли. Вообще почти такая свеженькая. Кто хочет побольше, либо подержите побольше, либо добавьте соли побольше с сахаром. Все любят по-разному. Ну, попробую с хлебушком. У нас что-то получилось на вкус. Ну, очень вкусно, нежная такая рыбка. С хлебом вообще зачет. На бутерброды идеальные. Рецепт удался, проверили мы. Все идеально, все просто. Пробуйте вот такой вот маринад, чтобы удивить на праздничном столе своих гостей. Или просто домашних. Не солите обычный там, обычный маринад. Добавьте свеклу. Буквально надо одну большую такую свеклу. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Первый раз на канале обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Может, вы как-то солите по-другому. Мы вот сделали такой маринад сегодня. Пока-пока. Увидимся. Продолжение следует.